Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. У нас сегодня с вами прямой эфир. Я надеюсь, что все дойдут. И те, кто будут смотреть этот эфир записи, вам тоже welcome. Сегодня у нас будет с вами интересная тема. Я сегодня буду стараться вырабатывать в себе привычку говорить немножко медленнее во время эфиров, потому что мне кажется, что я как будто бы привыкаю к скорости голоса своего на двойной перемотке. И сегодня постараюсь этого не делать. И более спокойно, ну, по крайней мере, так мы будем стараться, я хочу поговорить с вами о том, каким образом мы можем взять управление нашей жизнью в свои руки. Ну, вроде бы как, тема заезжена-переезжена, и тем не менее, будем стараться подойти к ней немного с другой стороны. Будем рассматривать разные варианты и примеры, потому что моя единственная ключевая цель сделать так, чтобы все наконец-то осознали и поняли, что наша реальность является абсолютно программируемой, управляемой нами. И по сути, все наши жизненные результаты, которые у нас сегодня есть, все ситуации негативные, позитивные, которым мы даем такую оценку, все абсолютно, что с нами происходит, включая наше самочувствие, состояние, количество денег в нашем кошельке, партнеры, которые находятся рядом с нами, эмоции, которые мы переживаем, это именно наших рук дело и ничьих других. И сегодня мы будем подкапываться к этой теме с разных сторон, потому что, как я уже говорила, до тех пор, пока мы не просто это не осознаем, но и не научимся управлять этим, наша жизнь больше похожа на жизнь людей, которые сидят в автобусе с таким, знаете, чумовым водилой, такой, из мультиков, который такой, помните, когда-то, кстати, было, господи, как же это называлось, Крутое пике, по-моему, это называлось, видос, где постоянно был сумасшедший такой, вот, кстати, классный, вспомнила я, видите, мой мозг выдал, где сидел постоянно такой летчик, такой, а-а-а-а, и там все время, что мы делаем? Мы там падаем, он все время куда-то там, они, значит, падали. Очень прикольно. Вот наша жизнь, в принципе, похожа на такой же летчика, которым мы поставили во главу, мы называем по-разному, то есть нам, вообще для людей, очень важно, как я замечаю, сместить акцент ответственности с себя на кого-то другого, на Бога, на Аллаха, на Вселенную, на маму, на семью, на мужа, на президента, на время года, на кого угодно. Мы ищем все возможные способы для того, чтобы сместить акцент. Вспомните, наша детская, вот что-то вспомнилось мне, когда в детстве мы не хотели идти в школу, да, или пропустить какой-то урок с контрольной. Помните, кто у нас был всегда виноват? Лифт. Помните, мы всегда застревали все в лифте, то есть мы, как бы, у нас был всегда аргумент, лифт застрял. Или, например, когда мы не выполняли домашнее задание, у нас что было? Свет отключали. У меня отключили свет, поэтому я не мог. То есть у нас был какой-то определенный набор, такой не сильно, ну, как бы, не сильно интеллектуальный, скажем так, и мы все время придумывали какие-то такие вещи. Мы говорили учителю, да, или когда у нас, помните, говорил, дай дневник, мы говорили, дневник забыл, да, ну, там, типа, забыл, ничего не могу поделать. У нас не было каких-то изощренных способов для того, чтобы быть более креативными. У меня, кстати, прекрасные одноклассники, и когда происходит наша встреча одноклассников, у нас было таких четыре девочки, которые какой-то период жизни мы сильно дружили в школе, и друг другу сильно помогали. И вот мы, когда встречаемся, всегда вспоминаем историю о том, как пришло, значит, родительское собрание, и родители, знаете, как часто любят смотреть оценки. И вот там Таня, моя одноклассница, она знает, что у нее там где-то есть тройки, а ей ставили по поведению все время. Она была очень веселая, любила смеяться, но вы же знаете, что в наших советских школах это точно было запрещено. То есть, если ты веселый, тебе надо обязательно не вот по поведению. И, значит, и Таня прекрасно знала математику, но ей ставили двойки и тройки, естественно, не по поведению, а в журнал по предмету, на котором у Тани было такое поведение. И вот Таня, зная, что мама достаточно строгая, но Таня была хитрая, она залезла к ней в сумку и забрала в нее очки, потому что у мамы было очень плохое зрение. И вот, значит, мама приходит и говорит, хочу посмотреть журнал, лезет в сумку и нет очков. И она говорит нашей подружке, вот этой одной из четырех, Юле, моей лучшей подруги, с которой я сидела за партой, она говорит, Юлечка, а ты можешь продиктовать мне оценки? Юля, конечно, была подготовленным другом заранее, и она, значит, видит все эти двойки, тройки, и она все диктует. Пять, 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 пять. И вот, знаете, каждый раз, когда мы встречаемся, у нас уже больше 20 лет, 21 год в этом году будет, как мы выпустились, каждый раз мы вспоминаем эту изощренную историю, значит, про то, как мы пытались, значит, там маму каким-то образом не расстроить, не обдурить, а не расстроить. Тем не менее, у нас всегда есть такие внутренние отговорки, мы всегда, даже если вам кажется, что это не так, вы можете за собой позамечать, что вы всегда находите кого-то крайнего. И вот одним из главных качеств, которому я учу своих детей, это не перекладывать ответственность на кого-то другого и брать ее на себя, ну, то есть всегда. И мне кажется, это очень классно, потому что, несмотря на то, что это не всегда в жизни очень легко, но зато, когда ты берешь ответственность, для меня, например, гораздо проще самой управлять процессом, нежели ждать от кого-то, да, какого-то результата. Поэтому я, в принципе, всегда из тех людей, когда собирается группа, и они принимают решение что-то сделать и решают, кто это может озвучить, я всегда говорю, давайте об этом скажу я, потому что мне как бы нечего стесняться, бояться, я люблю управлять ситуацией, знать, что я стою у ее штурвала. Тем не менее, для большинства людей это настоящая трагедия. И мы это наблюдаем, видим, ой, оказывается, что-то пишете, можно ближе к делу. Ирин, можно ближе к делу, вы можете выйти, всем, кому скучно, можете выйти. Я как бы вам не клоун, я не пришла вас веселить, поэтому можете идти куда подальше, мне как бы вообще мало волнует. Скучно вам или весело? Я рассказываю для тех людей, которые хотят меня услышать. Поэтому сказала бы, закройте дверь с другой стороны, но могу предложить вам нажать на крестик. Вот, абсолютно как бы спокойно. Итак, едем дальше. Мы говорим с вами о том, что нам необходимо научиться стоять у штурвала своей жизни. Но каким образом мы можем это сделать? Кроме того, как принять ответственность за свою жизнь. Ну, на самом деле, вот эти все фразы, вроде принять ответственность, давай, сделай изменения, это, конечно же, классные очень фразы. Но что нам делать в реальности? Давайте с этим решать. Вот, это прекрасно. Вот кому интересно, давайте останьте все остальные. Все остальные в бан. Окей? Хорошо. Это замечательно. У меня вылазит куча уведомлений. Сори. Итак, я сегодня хочу поговорить о том, что вообще создает нас как личность. Что нам дает возможность, например, быть, как вам сказать, дает возможность меняться, да? Что нам дает возможность быть хозяевами жизни? Что нам дает возможность перейти из состояния жертвы, например, в состояние хозяина жизни? Ведь, как я уже говорила неоднократно, мы все понимаем, что нам нужно делать, но мы ничего не можем с собой поделать. И вот это ключевой как бы вопрос. На самом деле нас создает наша идентичность. Что такое идентичность? Тут мы будем расшифровывать это понятие достаточно глубоко, но давайте начнем с самого простого. Идентичность – это то, что я думаю о себе. У каждого из нас с вами есть набор пониманий, такое собственное мнение о самом себе. Помните, как… Спасибо большое, вы мне помогли сейчас. Что такое мнение о самом себе? У нас есть некое представление. Вот, например, я считаю условно, я красивая, я умная, я сильная. Или наоборот, я считаю, что у меня плохо получается общаться с людьми, я плохо выгляжу, я неуверенно себя чувствую рядом с другими, мне кажется, что я недостаточно хороша в том, что я делаю. У каждого из нас есть некие наборы. И я вам могу сказать, что это наборы не того, как есть на самом деле. Вот как есть на самом деле, никто из нас, по сути, не знает. У нас есть некое представление о себе. Это наша идентичность. Я думаю, что вы неоднократно сталкивались с тем, что когда вы с кем-то общаетесь, вы, например, смотрите на человека и думаете, например, какое у него высокое самомнение, с чего она или он взял, что он такой красивый, или с чего он взял, что он талантлив, или кто ему сказал, что он хорошо пишет. Но мы очень часто наблюдаем таких людей, достаточно успешных, статусных. Мы возмущены очень часто, почему, считая себя не хуже, а очень часто лучше. Но при этом мы видим, что человек является признанным. Ну, что значит признанным? Известным, оплачиваемым. У него много клиентов, подписчиков. Неважно, что это за человек, откуда он находится. Замечали такие вещи? И даже ваша подруга, например, которую вы считаете достаточно средненькой, очень успешна в карьере, в отношениях и считает себя супер-классной. И самое главное, что ее жизнь действительно весьма успешна. И у вас складываются вопросы, появляются. Ну, как так? Ну, почему? Ну, мы говорим об этом человеке, ну, в нем же нет ничего особенного. Но при этом его идентичность собственная именно такая, и она позволяет ему все это получать. Почему? Помните закон притяжения? То, что я думаю о себе, то, что я излучаю, то я, собственно, и получаю. И когда я в чем-то уверен, тут есть очень важный момент, я не просто уверен, но я подкрепляю это действием, сейчас об этом поговорим, я, собственно, в такого человека и превращаюсь. Вы знаете, наблюдаю такой очень интересный момент по своим детям, поделюсь с вами. Мои дети, я сейчас имею в виду танцоров, у меня есть младшая дочь Ева, которой 6 лет, и ее партнер Макар. Ну, поскольку, как бы, они танцуют в паре, пара – это такое неразделенное понятие, это понятие моих детей. Они танцуют в паре полгода, и они очень много тренируются, больше, чем другие дети, иногда сильно больше, потому что, первое, они любят танцевать, второе, они любят тренироваться, третье, у них есть материальная база, которая позволяет им тренироваться и покупать очень много индивидуальных занятий. Ну, согласитесь, иметь возможность что-то купить, например, ну, там, вы можете иметь возможность купить абонемент в тренажерный зал, но это совершенно не означает, что вы будете туда ходить. Понимаете, да? Важен симбиоз. У вас должно быть желание, и классно, когда есть финансы. И вот наши дети потихоньку-потихоньку росли, 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 и в итоге стали выигрывать, очень много выигрывать, и выигрывать у тех, кто старше их, кто дольше по годам тренировался, и кто, как бы, полгода назад для нас казался, ну, не совсем достижимым, по крайней мере, точно не полгода. И вот что стало происходить в кулуарах, да? Стали появляться такие фразы. Конечно, этих детей нельзя обыграть, потому что они тренируются больше других. Что это означает? Ну, вроде бы банальная фраза. Кто-то сказал, их нельзя, и вот они же столько тренируются. Но вопрос не в том, что сказал человек. Вопрос в том, какую энергию он создал. Когда вы говорите вслух о том, что вы, ну, конечно, я не смогу этого достичь, потому что вы формируете энергетическую оболочку, сами для себя, непробивную стену, в которую это становится вашим убеждением, и вы абсолютно твердо знаете, что вы не сможете уже чего-то сделать, потому что, например, как в детстве говорила мне бабушка, да, там, у нас крупная кость, поэтому ты не сможешь быть худой. И для большинства людей вот эта фраза, которая стала в итоге убеждением, мощным кирпичом, правдой, аксиомой, то, что не требует доказательств, потому что в детстве для нас то, что говорят родители, а очень часто взрослые, становится культом. Мы в это верим, даже не пытаясь этому сопротивляться. То есть, если у вас нету в характере вот этого момента, ну, вот самоидентичности того, что я должен докопаться, вот каких-то своих таких вещей, вот знаете, когда, как говорят self-made, вот сам себя проращивает, вот эта энергия, когда тебе нужно, это про меня, потому что когда мне бабушка сказала, что у нас все крупные, поэтому ты ешь пирожки, у нас все толстые, я достала изо рта пирожок, и мне не понравилось это. Я всегда, я из тех людей, которые с детства выстраивались не такая, как все. Я не начала курить в классе, когда все начали практически, по одной простой причине, не быть как все. если общество стремилось коллективизироваться, то я всегда стремилась отстроиться, и вот это вот стремление доказать, что все неправы, бунтарское, у меня в жизни, вот сейчас я могу сказать, с высоты уже какого-то опыта жизненного, мне это помогало, потому что когда все говорили, это невозможно, мне хотелось доказать, что это как раз-то и возможно. И, наверное, по сей день, как бы, как это сказать, нося, покупая размер XS, я доказываю всей своей семье, самой себе и всем остальным, что крупная кость, это как бы не моя история, что я не верю ни в какие крупные кости. Поэтому вы должны понимать, что вот это создание наших личных убеждений, они у нас идут в основе нашей самоидентичности. Давайте пойдем дальше. Как эта идентичность формируется? Она формируется с помощью определенных жизненных убеждений, жизненного опыта, которые появляются. Как я вам уже говорила, у нас есть наш опыт один приобретенный, то есть, например, когда я что-то попробовал сделать, у меня как-то получилось, и я, не попробовав сделать этого иначе, записал себе так. Ну, то есть, например, я вышел кататься на роликах, упал, и я решил, что ролики, и мама мне еще сказала, с твоими ногами только на роликах, и я почему-то для себя решила, что ролики, например, это не мое, у меня никогда не получится кататься на роликах. Просто человек для себя эту тему закрыл, и все. И он в любой момент, когда вы позовете его кататься на роликах, он будет говорить вам, что нет, я не умею кататься на роликах. Поэтому внимательно, если у вас есть ребенок, будьте очень внимательны к тому, что вы ему говорите. Вы для своего ребенка являетесь авторитетом, пока что, вам повезло или не повезло, и весь ваш опыт, вся ваша, простите, я скажу, эта тупость, и дурость, и глупость, которые у вас гораздо больше, чем мудрости, вы передаете своему ребенку, говоря ему о том, что то он тупой, то у него не получится, то туда не лезь, это не для тебя, у нас нет денег, мы бедные, и вот вы его закладываете, в него это все, а потом, то есть вы берете и просто нагло гадите, жизни своему ребенку из-за собственной тупости, необразованности, и порой лени, лени развивать себя, вам может это сейчас быть неприятно, скорее всего, вы с этим, конечно, не согласны, естественно, вы же такой гениальный, классный, что за бред, говорит это Ермилова, но по сути, так и есть, и сейчас у вас есть очередной выбор, вы можете сейчас сказать, вот это все гадко, и продолжить отравлять жизнь своему ребенку, а можете сказать, но она же права, и что для этого нужно сделать, когда мне задают вопрос, как воспитать своего ребенка и помочь ему, я отвечаю только одно, воспитайте себя, начните становиться осознанным и разбираться, ваш ребенок всегда будет копировать вас, вот собственно и все, поэтому поехали дальше, в зависимости от того, каким образом мы себя идентифицируем, что мы думаем о себе, таким образом мы с вами и действуем, если я, например, считаю, почему-то, что я дисциплинированный человек, то как вы считаете, буду ли я просыпаться в 6 утра, если я поставлю себе такую цель, если я считаю, что я дисциплинированный человек, как вы считаете, придя в компанию, в которой есть определенные правила, буду ли я эти правила соблюдать, как вы считаете, если я считаю, что я умею достигать целей, Смогу ли я, например, если я поставлю для себя задачу, увижу, что мне нужно похудеть, сбросить лишний вес? Как вы считаете, если я уверена, что успех – это для меня, буду ли я искать отговорки и отмазки, когда передо мной будут открываться какие-то возможности? Но если вы убеждены, что у вас в жизни ничего не получится, если вы убеждены, что только если кто-то, там, вы можете, например, быть счастливой женщиной или богатой, или вы можете открыть бизнес только если у вас будут спонсоры, вы найдете деньги, то только так вы и будете действовать. Вы даже не будете искать возможности посмотреть на бизнес, никак на что-то, откуда берется большое количество денег и приносится, во что-то вкладывается, и тогда начинается бизнес. Бизнес – это история про талантливую голову и умение из ничего делать деньги, а не про историю того, чтобы взять огромное количество денег и во что-то их вложить а-ля в помещение и считать, что если вы сделали в помещении ремонт, то теперь к вам начнут приходить люди и платить вам за это. Вот вы должны осознавать, что ваша идентичность определяет ваши действия. И если вы в себе не уверены, если вы человек, который думает о себе как о слабом, если вы в себе все время сомневаетесь, если вы сомневаетесь в других, вы будете получать то, в чем вы сомневаетесь. Вот, например, смотрите, мой жизненный опыт, мой характер, вообще я как персона сделала для себя такое заключение, что я не хочу развивать свой бизнес за счет людей, потому что я не умею работать с людьми так, чтобы мне от этого было хорошо. Значит ли это, что в мире, простите, все тупые люди, которых нельзя нанять на работу? Нет, конечно. Есть огромное количество потрясающих людей, работодателей, которые умеют находить крутых людей, выстраивать классные процессы и работать чужими руками. Но это не я. Это мой осознанный выбор, и это моя идентичность. И эта идентичность, когда я считаю, что я лучше всего работаю, условно говоря, сама, да, там, в тесном партнерстве со своим мужем и набором роботов, исходя из этого я выстраиваю свою жизнь. Вы должны понимать, что ваша идентичность выстраивает жизнь. Я по знаку зодиака лев. И в зависимости от того, что вы думаете о себе, как вы решаете о себе думать, потому что мы решаем о себе как-то думать, в зависимости от этого вы начинаете действовать. Теперь очень важный момент. Не важно, что думают о вас другие люди, и это тоже момент вашей идентичности. Если для вас важно, что о вас думают другие, вы постоянно переживаете, что они думают о вас плохо, недостаточно хорошо и так далее, вы не сможете двигаться. Вы человек, зависимый от чужого мнения, и для вас чужое мнение важнее вашего собственного развития. Мне как бы всегда абсолютно все равно, почему. Я воспринимаю жизнь как большую сцену, на которой я стою и проживаю свою жизнь. Но в зрительном зале меняются зрители постоянно. Кому-то, знаете, они как проходят. Кто-то сидит на первом ряду достаточно долго, а кто-то заходит, не понимая, что за спектакль я проживаю свою жизнь, что это такое. И он говорит, ой, да нет, мне не подходит. И вот представьте себе, что вы стоите на этой огромной сцене в течение своей жизни. Вы живете, и огромное количество людей проходит, и каждый оставляет какую-то корректировку. Как вы сможете прожить свою жизнь, если вы будете слушать каждого? Причем некоторые, когда проходят и проговаривают что-то вслух, они могут проговаривать это даже не про вас. Они просто говорили. А вы воспринимаете это для себя. Я, например, всегда задаю себе вопрос, а вот такой человек, как я, каким я себя считаю? А я себя считаю классным человеком, я себя считаю успешным человеком, целеустремленным человеком, человеком, для которого важно быть признанным, для которым важно сделать что-то ценное в жизни, оставить после себя след в энергетической вообще составляющей земли. И я себе задаю вопрос, каких людей я уважаю? Естественно, я уважаю таких, как я. Естественно. Мы в самоидентичности тут похожи. И я задаю себе вопрос, а буду ли я и такой, как я человек, буду ли я тратить свое время, энергию? И вообще, есть ли у меня желание заниматься критикой других людей? Окей, когда я пройду мимо чьих-то жизней, вот так по залу, стану ли я их высмеивать? И я говорю себе, конечно, нет. По двум причинам. Первое. Если я увижу такого, как я, я буду ему хлопать. А если я увижу другого, я его не замечу. Я его не замечу, у меня не стоит цели, ну как бы я ценю себя гораздо больше, чем ходить и кого-то критиковать, зачем мне это нужно. И, соответственно, я понимаю, что люди того уровня, которых я уважаю, никогда не позволят себе в меня кидать камни. А зачем мне знать, что делают остальные люди? Я свою жизнь ценю больше. Я размышляю, например, таким образом. Поэтому мне не важно, что думают обо мне, мне важно, какой считаю себя я. И как осознанный человек, а осознанный человек – это думающий, понимающий причины и следствия, я понимаю, что для меня важно стать тем человеком, который в моем личном понимании способен достичь тех целей, которые я ставлю перед собой. Что из этого следует? Следует из этого очень простая вещь, что на самом деле, не важно, каким человеком вы являетесь, на сегодняшний день вы можете стать тем человеком, которым вы захотите быть. И для этого, зная уже то, как работает наш мозг, зная, как управляются силы нашего разума, если вы этого не знаете, посмотрите мои предыдущие эфиры, а то, мне кажется, я уже в эфирах все время говорю об одном и том же, я понимаю то, что моя самоидентичность – это то, что я думаю о себе, а я могу свой мозг запрограммировать на любую мысль, на любую мысль. И, соответственно, если я решу, что я ответственный человек, или я человек, который держит слово, или я пунктуальный человек, или я человек, который умеет достигать целей, я могу себя заставить в это поверить, впечатывая это убеждение. Убеждение впечатывается путем многократных повторений, для этого существуют достаточно простые ментальные практики. И если вы долгое время будете себе повторять что-то одно, а вы уже себе это повторяли, так и впечатывается ваша самоидентичность. Порой вы, например, думаете о себе что-то хорошо или плохо, просто потому, что вам это часто говорили. Например, хочу сегодня затронуть мою маму. У меня прекрасная мама, конечно же, которая, как и большинство мам, абсолютно была неосознана в своем воспитании, то есть в воспитании меня, скорее всего, и то, что она говорила, она говорила так, как привыкли, то, что считала нужным, так, как ей хотелось. Так вот, моя мама очень часто повторяла, что я самостоятельная, я самостоятельная. Она все время говорила, Оля очень самостоятельная. Я не до конца понимала смысл этой фразы изначально, но мне нравилось, что моя мама так говорила. И естественно, что когда я делала уроки, и мне очень хотелось позвать на помощь маму, я вспоминала, что я самостоятельная. И я думала, ну раз я самостоятельная, значит, я могу это сделать сама. Затем, когда я была в третьем классе, а жила я практически возле школы в центре города в Киеве, мы переехали, и нужно было ездить полтора часа на общественном транспорте домой. И начиная с третьего класса, я начала эти поездки самостоятельно, в метро, в маршрутке. Это было очень далеко, мне было часто очень страшно. Моя мама работала тоже в центре, и часто допоздна, они с папой приезжали поздно. Но я очень гордилась тем, что мама же говорила, что я самостоятельная, и я очень гордилась, что я могу, значит, это делать, что я могу сама добираться, ведь я самостоятельная. И таким образом дальше в жизни, что бы ни происходило, я всегда знала, и, наверное, мое принятие решения, я сейчас так думаю, по поводу персонала, тоже связано с тем, что я понимаю, что я уже не только самостоятельная, но я еще и самодостаточная. Самодостаточная. Потому что я, например, в свое время, будучи управленцем, у нас в команде было больше 20 человек наемных сотрудников, я пришла к такому выводу, что для того, чтобы твой сотрудник круто работал, для того, чтобы ты мог нанять сотрудника, который круто будет работать, хотя бы у тебя был шанс, ты должен очень четко понимать, что твой сотрудник делает и что такое в его действии круто и не круто. Так нам с мужем пришлось стать специалистами в очень разных сферах деятельности, не для того, чтобы выполнять это тогда самостоятельно, а для того, чтобы как минимум иметь возможность нанять человека, который умеет делать то, что нам необходимо. А до тех пор, пока мы нанимали людей вслепую, и он нам говорил, я это умею делать, а мы не знали до конца, как это выглядит, понимаете? Мы ничего не могли с этим поделать. Так Сергей у меня стал очень крутым СММ-специалистом, человеком, который разбирается в настройке рекламы и в рекламных кампаниях, ну, в общем, все, что с этим связано. Так мне пришлось стать достаточно опытным и грамотным маркетологом, потому что приходилось изучать все эти сферы с абсолютно разных сторон. И продавцом, кстати, в том числе. Когда-то я уволила весь отдел продаж, после того, когда я им показала, что я одна за день сделала больше, чем они сделали все суки за месяц. Заметьте, какие фразы вылетают у меня при слове «персонал». Это говорит о моей самоидентичности. Просто я для себя поняла, что это как бы не мой путь. Так вот, следующий вопрос. Моя мама часто повторяла еще одну фразу. Моя мама повторяла это с укором, потому что многие говорят об этом с укором. Моя мама говорила, что я очень себя люблю, что нельзя так сильно себя любить. И она повторяла, мои родители в разводе, в три года мне, когда мама развелась с папой, она мне повторяла, что я себя люблю, и я такая же, как отец. Ребенку, когда ему три, четыре, пять, шесть, он не до конца понимает, что мама вкладывает в понятие как отец. Но у меня было представление идентичности того, каким был мой отец. А мой отец был очень интересным человеком, потому что, первое, он родился в селе, у него было двенадцать сестер и братьев. Моя бабушка хорошенько гульнула, видимо, в жизни. Ну, все это было от одного дедушки. Я имею в виду, что гульнула, такая жизнь у нее была рожающая. И мой папа, они все были из села, но в итоге все переехали в Киев разными историями, способами. И мой папа не просто переехал в Киев, мой папа был очень красивым. Я считаю его очень красивым, это правда. Как мужчина он мне очень нравится. Он был очень харизматичным, он всегда был в душе компании. Его страшно любили женщины, мама называла его бабником. Мне казалось это очень привлекательным, бабник. Мне почему-то нравилась эта фраза. И так получилось, что женщины в жизни моего отца сыграли большую роль. Потому что одна оставила ему одну квартиру, другая оставила ему другую квартиру. Кто-то покупал машины, моя мама очень хорошо зарабатывала. И в общем, папа очень на самом деле любил женщин, и любил меня, и любил водку. Кого он любил больше, я не выясняю. Я думаю, что мы где-то все были три пункта на равных. Но дело в том, что я понимала, что папа целеустремленный, потому что я видела, что у папы, я знала, что он из села, и я видела, к какой жизни он пришел. И мне это казалось большим достижением в детстве. Я так это... И я считала, что папа успешен. И поэтому моя идентичность, что я такая, как отец, воспринимались мной, что я такая же успешная, как отец. Я программировала себя, что я успешная, у меня же успешный отец. Вот понимаете, как интересно это бывает. И я не знала до конца никаких деталей, но у меня шла вот такая четкая программа, что я очень успешный человек. И вот это такая интересная история. Я на самом деле с этим всем стала разбираться уже достаточно недавно, потому что, ну, как бы с отцом у меня очень сложная ситуация была. Папа умер, поэтому была. Но как взрослый человек я для себя сделала те расклады, которые мне сегодня нравятся гораздо больше, нежели чем мысль о том, что мой отец там был алкоголиком и жил там за счет женщин. То есть я в своей голове поняла, что мой папа был очень крутым, очень лаки-меном, который пользовался всем, что дает ему жизнь. Он всегда был обожаем женщинами, любим женщинами. И, в принципе, мне кажется, что он прожил для себя, в своей идентичности очень счастливую жизнь. Поэтому я очень за папу рада, честно говоря. Так вот, есть такое понятие, как личная идентичность. И есть такое понятие, как групповая идентичность. Еще раз, мы сейчас рассматриваем идентичность как в понимании того, что я думаю сам о себе, как я сам себя идентифицирую в этой жизни. Я себя считаю успешным, классным, обалденным, богатым человеком или я считаю, что я недоросль. Групповой идентичности склонны гораздо большее количество людей. Групповая идентичность – это из истории быть как все. Когда вы выбираете какую-то группу людей, и для того, чтобы у вас не было никаких проблем и сложностей, это как групповой тур. Вы ездите со всеми в большом автобусе. Вы как они. Вы не можете сказать, я хочу поехать туда. Нет, есть какая-то групповая история. И чаще всего это групповая идентичность. Это ваши друзья, ваше близкое окружение, ваша семья. Вашей семье говорят, ну, у нас все так живут нормально, обубирая девушку из нашего круга. Это групповая идентичность. То есть, когда вы подбираетесь сапог к сапогу, да, пара, вот, собственно, что происходит. И вот эта ваша групповая идентичность, она с вами и случается. Дальше в жизни. Люди свойственны выбирать жизнь по принципам всех остальных, потому что это легче. А вот между сложно и, как вы знаете, тут даже, как вам сказать, это легче. На самом деле, мне кажется, гораздо сложнее быть в группе. Вот я, например, раньше, когда ездила куда-то с детскими своими коллективами, группами, там, на гимнастике, я раньше стремилась, как бы, ну, все вместе. В какой ресторан мы пойдем, там, например, или что мы хотим. Там кто-то говорит, я хочу на шоппинг кто-то погулять. Вот большинство хочет, например, погулять, значит, все идут гулять. Потом я вдруг поняла, что я в этой ситуации всегда себя ощущаю жертвой. Потому что, когда я начинаю делать то, что хотят другие, а очень часто другие не знают, что они хотят, и в результате, знаете, ничего не получилось, я себя ощущаю жертвой. Поэтому я стала во всех этих групповых историях находить себе одного человека, ну, потому что всегда кто-то есть, с кем тебе ближе, и вот с этим одним человеком очень легко управлять своей жизнью, управлять тем, куда вы хотите попасть. Легче с одним попасть своими интересами, чем попасть интересами с, там, десятком каких-то других людей. И для меня крайне важно сейчас все время отвечать себе на один вопрос, чего хочу я, куда развиваюсь я, каким человеком я хочу стать. И следующий очень важный вопрос, потому что когда мы для себя способны определить, какими мы хотим стать, какую жизнь я хочу получить, что лично для меня важно, важно ли для меня быть успешным, что для меня успех, как я хочу жить, какие отношения я хочу, как я хочу, чтобы развивались мои дети, моя семья, как я хочу развиваться как личность, сколько я хочу зарабатывать, куда я хочу тратить эти деньги, я чего хочу. Следующим пунктом является очень важный момент, не зная которого или не понимая которого, люди сливаются. Потому что когда вы начинаете понимать, чего вы хотите, у вас появляется следующий вопрос, а как этого достичь, правда? И вот здесь многие люди включают групповую идентичность. Это невозможно, так думают большинство, это не для нас, это сильно сложно. А нужно всего лишь задать себе главный вопрос. Какие качества, какие навыки и привычки новые мне необходимо в себя внести, в свою идентичность, в свою жизнь, каким человеком мне нужно стать для того, чтобы я мог этого достичь? Я очень часто слышу, когда общаюсь с какими-то людьми, там, про жизнь, они мне говорят, «Ну, я не такой целеустремленный, как ты» или «У меня не хватает дисциплины». Я задаю человеку вопросы. Ты считаешь, что все, что есть между тобой и твоей мечтой, это дисциплина? Неужели для того, чтобы получить свою мечту, ты не готов просто прокачать в себе дисциплину? Понимаете, мостик очень маленький, но количество страхов, которые у вас есть, оно невероятно огромное. И многие люди считают, что, например, я не могу похудеть, и это простой пример, он всем понятный, я не могу похудеть на 100 килограмм, например, быстро. Да, ты не можешь, но ты можешь каждый день начать бегать и следить за своим питанием. Идентичность человека создают его привычки. Понимаете? Привычки – это то, что вас создает. Часто очень, когда вы думаете об изменениях в своей жизни, вы думаете об изменениях как о результате. Вы думаете, ну как я могу переехать в другой дом? То есть вы сразу же видите огромный разрыв. Но если бы вы начали думать об этом как о привычке, например, о том, что у вас будет сейчас новая привычка, привычка больше работать или привычка выработать в себе привычку, стать более успешным. И что значит более успешным? Значит, начать зарабатывать. А как я могу больше зарабатывать? Наверное, я могу изменить работу или найти себе новый бизнес. И у вас уже появляется очень четкая цель. А привычка рождается искать решения. Не соглашаться на то, что как есть, а искать решения. И этих привычек у каждого из нас миллион. Удивительным является то, что нас создают привычки, и у каждого из нас они есть. Только если одни привычки приводят нас к одним целям, то другие приводят к совершенно другим. Ведь, например, быть толстым – это просто ваша привычка много жрать и мало двигаться. Замените ее на много двигаться и мало есть, и вы получите другой результат. Понимаете? Привычки-то все равно есть. Они все равно – это как жучки вокруг нас. Они все равно ползают. Так какая вам разница, какие жучки будут ползать? Желтые или красные? Замените желтые на красные, и вы получите другой результат. Но вы не хотите вообще ничего менять. Вот пусть все ползают, как ползают, но я буду сидеть и недовольна рассказывать о том, что этих жуков натравил на меня Господь Бог, и теперь я должен быть им не съеден, и я с благодарностью несу свой крест и думаю позитивно. И я такой весь хороший. Когда смотришь на это, думаешь, ты что, обкурился, лучше иди покури. И я когда-то была на собраниях анонимных алкоголиков, как созависимый человек. И на собраниях анонимных алкоголиков, это очень крутые, кстати, собрания, люди приходят и рассказывают, что-то говорят. Каждый человек, который приходит, имеет право что-то рассказать. И очень часто это такой, знаете, бред человека, особенно для человека, который там долго бухал, трезвеет, и он просто выговорит, я сегодня был дома, дома меня пилила жена, но я решил, что она меня не будет пилить, но у меня очень сильная тяга, но я все равно держусь. И вот ты когда очень много слушаешь человека такого, ты ему хочешь налить бокал, ну тупо налить ему. Ты понимаешь, что его трезвость хуже, чем если бы он бухал, что человек настолько страдает в этом состоянии, что лучше бы он уже пошел побухал и был бы счастлив. Так вот, очень многие люди живут в своей жизни и страдают настолько сильно от этого всего, что тебе уже кажется, что, ёпси, ну зачем ты это делаешь? Мы учимся наслаждаться своими страданиями вместо того, чтобы просто взять и попробовать пойти в другую сторону. Вот, собственно, и все. И я хочу, чтобы вы сегодня сделали очень простое упражнение для себя, чтобы у нас был какой-то смысл, резон, причина какая-то, да, этого эфира полезная, возьмите и возьмите блокнотик, ручку и начните составлять для себя, пропишите список тех пунктов, которые, своих привычек, да, вот те привычки, которые у вас есть в жизни. А затем напишите следующий пункт, чего бы вы сейчас хотели, чего бы вы хотели достичь. И напротив того, чего вы хотели достичь, посмотрите, какие привычки вы считаете, вам бы помогли в этом. Что бы было, вот, например, если я хочу похудеть, какие бы привычки мне помогли? Смотреть на продукты, да, которые перед тем, как я кладу в рот, записывать, вести пищевой дневник, писать перед тем, как что-то, и вот я собираюсь съесть, вот расписать себе в дневнике, из чего это состоит, что я собираюсь съесть. Привычка, например, больше двигаться, да, там, на фитнес-браслет смотреть, или ходить на тренировки, или каждый день, часто люди говорят, нету денег на тренажерный зал, ни на что нету, я говорю, зайди в любой дом и поднимись на 14 этаж по лестнице и обратно. Вот тебе тренажерный зал, хорошее кардио, купи себе скакалку. Вот Сережа у меня купил скакалку, вот, кстати, Сергей у меня в этом плане очень показательный пример. Он себе в своей туалетной комнате, это единственное место, где я ему разрешила, он повесил себе держалку, не знаю, как это правильно назвать, короче, для подтягивания. Он подтягивается каждый день, не знаю, какое количество раз, но много. Каждый раз, когда он туда заходит, он подтягивается. У него есть скакалка, которую он купил, он делает себе такое кардио, вот, то есть прыгает на этой скакалке, и он купил себе гантели, с которыми он регулярно приседает, такие большие, здоровые, он с ними приседает, и вот за день он это делает неоднократно, там, такая у него себе тренировка. Собственно, просто привычка, турнир, спасибо большое. Вот и все. И составьте себе, вот составьте себе цели, которые бы вы хотели, или людьми, которыми бы вы хотели стать, да, например, чего-то, чего вы хотели бы достичь, и пропишите, как вы считаете, какие привычки вам для этого необходимо внедрить. Мне очень часто говорят, Оля, как у тебя так сильно подвешен язык? Как ты можешь сидеть и часами разговаривать? Достаточно интересно. Ребят, я с 2009 года записываю видео практически в ежедневном формате. Если вы посмотрите, какое количество прямых эфиров я провела уже за последний год, то вы тоже очень многое поймете. Это момент привычки и тренировки. Если вы будете делать это каждый день, то поверьте мне, вы тоже научитесь это делать весьма неплохо. Так, наша задача постоянно над этим работать. Даже, вот знаете, тренировки. У меня очень сложные функциональные тренировки, и периодически я их, естественно, пропускаю, потому что то я куда-то уезжаю, то что-то там происходит. И вот у меня был пропуск 10 дней. Я пришла на тренировку первую, и я страшно устала. Я была удивлена прям, я очень устала, была очень тяжелая тренировка. Я пришла на вторую тренировку, я еще больше устала. На третью я не пришла, потому что у меня там не смогла на нее прийти. И вот сегодня я пошла на свою третью тренировку, как бы, и уже чувствовала себя гораздо в лучшей форме. Мы набираем свою форму, но нам необходимо сформировать привычку это делать, и тогда мы будем в этом постоянно улучшаться. Вот, собственно, и все. То же самое касаемо текстов, книг. Мне говорят, как ты пишешь книги? Да потому что я пишу каждый день. Я каждый день пишу посты какие-то, я каждый день пишу себе что-то в сохраненках, я каждый день пишу. Уже много тысяч дней подряд я пишу. Как вы считаете, можно ли не научиться писать? Сегодня тренер моих детей, танцующих по стандартной программе, это вальс, танго, сбросил мне видео и говорит, посмотрите, это они 6 месяцев всего лишь назад. Я посмотрела, это колоссальная разница, выложу сегодня в сторис, наверное, что произошло за 6 месяцев, но ведь секрет очень прост. Секрет заключается в том, что дети тренируются каждый день, каждый день по несколько часов, и если вы будете в чем-то тренироваться и работать над собой каждый день, то вы начнете меняться. Что может изменить наше сознание, наш мозг? Конечно же, а. Нужные знания, б. Ментальные практики. Я могу вам сказать, что за месяц можно перепрошить свое сознание, не изменить еще реальность, но реальность у нас такая, что находится в голове, то и здесь, поэтому перепрошить свой мозг можно. Для этого всего лишь необходимо ежедневно с этим поработать. Вот, собственно, и все. Я вижу сейчас много вопросов, постараюсь на них поотвечать. Вот начинаем с последнего. Научиться этому не только можно, но и нужно. И то, чем я занимаюсь, то, чему я посвящаю себя, это то, чтобы научить вас этому. И знаете, каким главным моментом является... Сейчас, секунду. Что является очень важным моментом в этой идентичности? Научиться входить не в процессы, а в результатах. Например, цель марафона моего рерайтера жизни для человека, который хочет получить результат, должна быть не цель пройти марафон и прослушать все уроки, а цель изменить жизнь. Вы должны изначально научиться для себя ставить правильную цель. Цель – это не результат того, что, например, я хожу на тренировки для того, чтобы ходить на тренировки. Это не моя цель. Для меня ходить, например, на тренировки, это значит обладать красивым телом. Когда ваша цель является таковой, вы способны... У вас появляется совершенно другая мотивация. Очень важно иметь правильную мотивацию. Когда вы учите английский язык для того, чтобы выучить язык, это одно. Когда вы учите английский язык, потому что вы выходите замуж за американца и планируете переехать жить, это совершенно другая мотивация. Так вот, я очень хочу, чтобы вы понимали, что для меня, например, цель создания рерайтера жизни – это не цель заработать с вас 100 баксов за 30 дней, которые вы проходите марафон. Для меня цель – это изменение жизни других людей. Я искренне хочу менять жизни других людей. Это моя амбициозная цель, такая королевская цель. Знаете, нравится быть властелином. Просто есть такие властелины, которые нанимают рабов и унижают людей, а я, наоборот, людей-рабов превращаю в людей-думающих, потому что я абсолютно убеждена, что до тех пор, пока за вас принимают решения другие, вы сами являетесь рабами. Вы всё время слушаете, как вами кто-то повелевает и рассказывает вам, почему вам сидеть дома, почему вы чего-то не можете, почему, почему и почему. Научитесь себя не ждать, не искать объяснений от других, а самим распоряжаться своей жизнью. Никто не знает, это, как, знаете, прививка. Никто не знает, навредит она вам или поможет. Ответственность всегда будет на вас за то, что вы её сделали или не сделали. Так делайте, принимайте это решение хотя бы сами. Результат может быть и там, и там, как позитивный, так и негативный. Я люблю знать, что это я сама приняла это решение. Мне некого обвинять. Самое отвратительное, это, знаете, когда едешь за рулём, и твой спутник, который сидит рядом, является твоим навигатором. И вот вы куда-то въезжаете, и там пробка. И вы слишком там жутко злитесь на него и говорите, ну зачем, это из-за тебя. А когда ты сам принял решение куда-то свернуть, и там пробка, ты понимаешь, ну, я имею право это сделать. Откуда я там мог это знать? Я хотел как лучше. Вот, собственно, и всё. Научитесь любить себя, хозяина жизни. Научитесь любить распоряжаться своей жизнью. Научитесь любить развиваться. Научитесь любить распускать свои крылья. Любить быть богатыми. Любить быть целеустремлёнными. Любить расти постоянно. Любить знать, что вы становитесь лучше, что вы становитесь мощнее, а не сидеть в своей коробочке маленькой из четырех стен и все время, блин, дрочить и ныть, что что-то в вашей жизни не так, у вас мужик не тот, у вас баба не та и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я жду, что мне кто-то найдет работу, а они не находят. Да, это очень хорошо, вот кто-то вам должен найти работу, еще вам кто-то подрочить должен, тоже, знаете, сижу, жду, кто бы мне подрочил. Нормальный мужик знает, сам зашел, сам подрочил. Ну, ребят, вот я хочу, чтобы вы понимали, что шутки шутками, но по-другому вы не достигнете никаких выдающихся побед, никаких, ну, творник, ну, любимая моя на кассе супермаркет. Пип, 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 you are welcome. Итак, если есть вопросы, я готова на них немножко ответить. Я хочу сразу же вам сказать о главном, о том, что 1 апреля, это уже совсем скоро, стартует мой марафон Рерайтер Жизни, новый марафон, марафон, который получил полный апгрейд, в котором сейчас более 50 видео, 16 медитаций, все новенькое, все крутейшее. И я могу вам сказать, что это марафон не про марафон, это марафон про реальные изменения в вашей жизни. И если вы подарите себе эту работу над собой и каждый день будете уделять этому марафону полчаса, я вам обещаю, что в течение месяца ваш мозг просто перевернется. Вы просто увидите реальность совершенно в другом свете. И из вот этого человека, который всего боится, человека, которому кажется, что он ни на что не влияет, он ничего не способен сделать в своей жизни, вы начнете превращаться в нового человека. Человека, который любит брать ответственность, человека, который понимает, как устроена реальность, человека, который понимает, что ему необходимо делать, человека, который понимает, как ему достигнуть цели. Да, вы не достигнете за месяц всех своих целей, я даже не собираюсь вам в этом врать, но вы перейдете на другую дорогу, вы осознаете, что там, где вы идете, сколько бы вы туда ни шли, вы зайдете только в трясину, вот и все, я хочу вас перевести на новый путь, и вы увидите и сами осознаете, что вам нужно делать. Это мощнейшая психотерапия для самого себя, знаешь, станет психологом для самого себя, вот, собственно, так это работает. Хочу выиграть и пройти в рерайтер, я вам хочу пожелать купить рерайтер. Вы знаете, я очень редко делаю розыгрыши и всегда очень аккуратно к этому отношусь, потому что я знаю, что все, что достается нам на шару, зачастую нами не ценится. И поэтому я всех призываю найти, если на данный момент настолько сложно, последние деньги, значит последние деньги. Чем тяжелее вам будет эта покупка, тем выше ценность вы для себя получите. Люди, у которых есть деньги, всегда покупают самую дорогую версию рерайтера жизни. Когда я их спрашиваю, зачем, они говорят, мне нужно дать себе максимальную мотивацию пройти это. Я понимаю, насколько это ценно, но я знаю, что заплатив 100 долларов, я могу пропустить его. Стоимость марафона сегодня 100 долларов. В его базовой версии. Версии отличаются друг от друга только в основном сроками и какими-то небольшими нюансами, но, собственно, это уже каждый принимает для себя решение. Я вам скажу так. Те, кто привык покупать самое дорогое, самое лучшее, всегда покупают дорогие версии. Это особенная каста людей. Они знают, почему они это делают. У них есть для этого свои причины. Если вы хотите проработать рерайтер жизни прям от и до, вам нужна стандартная версия, потому что на каждую главу мы будем писать книгу жизни и описывать жизнь вашей мечты, вообще выстраивать новые нейронные связи в отношении того, чего вы хотите, вообще какой вы хотите видеть свою жизнь. На каждую главу будет даваться всего два дня, и затем она будет закрываться. Это даст вам возможность прокачать в себе дисциплинированность, потому что у вас не будет возможности сказать себе, ой, я сделаю это когда-то потом, потому что потом у вас будут попросту закрыты двери. Добрый день. Работать лучше над одним направлением, а когда улучшения будут, то переходить на другую или одновременно по всем направлениям. Дело в том, что жизнь – это очень связанный момент, и все исходит из того, что мы ощущаем и что мы излучаем. И, как правило, когда мы в чем-то одном счастливы, у нас есть успех, успех начинает притягивать успех автоматически и в других сферах. В жизни редко, когда бывает, когда вот здесь хорошо, а там плохо. Это связано с нашей энергетической вибрацией. Поскольку мы работаем не над сферой жизни, а над энергетическими вибрациями, то жизнь будет улучшаться во всех аспектах, на которые вы будете направлять свое внимание, поскольку ваша энергия задействована абсолютно во всем. Вот и все. Чем больше денег я трачу, тем больше ко мне приходит. Да, Лера, очень я тоже люблю это убеждение. Я еще очень люблю говорить, что я инвестирую деньги. Я инвестирую деньги в свое образование, я инвестирую деньги в свой внешний вид, я инвестирую деньги в своих детей. Разве можно сказать, что когда я оплачиваю детям тренировки, я трачу деньги, я инвестирую их? Мне нравится слово инвестиция, оно такое, знаете, благоухающее, весеннее, расцветающее для меня, поэтому мне это очень-очень нравится. Всегда научитесь, все, что касается денег, научитесь с благодарностью это делать. Платите с ощущением того, что вы человек, который имеет возможность платить. Вы можете покупать себе еду, вы можете платить за свою квартиру, вы можете покупать себе вещи, вы можете вкладывать в себя, в свое образование и развитие. Это самые ценные, пожалуй, вообще. Я потратила много денег на обучение в своей жизни. Потратила, не потратила, инвестировала. И я считаю, что это одни из самых крутых инвестиций во всех смыслах. И в том, что они мне дали как человеку, и в том, сколько я смогла заработать и на этом в том числе. Ведь мудрый и грамотный человек – это человек, который может использовать свои знания, ведь это как плодородная почва. Ты покупаешь хорошую почву для того, чтобы сделать классную рассаду и вырастить крутые плоды. Вот и все. Я много трачу на одежду, это тоже инвестиция. Я не знаю, как вы распоряжаетесь своим капиталом. Если у вас хватает денег на все, вы развиваетесь и просто любите красивую одежду, это прекрасно. Если эта одежда дает вам ощущение состояния, и вы зарабатываете еще больше на этом, это замечательно. Если вы просто транжира, то это совершенно другое. Как быть, если влюблена по уши, а парню не нравишься? Начните работать над собой. Знаете, сделайте так, чтобы на вас была очередь из парней. А для этого вы должны нравиться себе, вы должны быть влюблены в себя. Когда вы себе нравитесь, когда вы знаете, что вы классная девушка, поверьте, мужчины выстраиваются в очередь, и вы сами это прекрасно знаете, и никогда не будете огорчены, что кто-то не обращает на вас внимания. Я всегда в себе воспитывала очень хорошее качество, что я могу получить любого мужчину, которого я захочу. Я в этом абсолютно твердо убеждена. И, собственно, мне каждый раз, когда я в чем-то становлюсь еще лучше, я понимаю, что я стала еще более крутой, еще более достойной. И во мне это всегда создавало такую внутреннюю силу того, что с мужчинами у меня явно никогда не будет проблем. Ну, пока я 13 лет замужем, так что надобности нет, но внутренний мой резервуар, он такой говорит, все нормально, ты в тонусе, детка. Не могу скинуть 3 килограмма, на вас смотрю и стараюсь мотивироваться. А вы просто себе создаете план, и 3 килограмма можно сбросить даже за неделю. Поэтому вы дольше стараетесь, нежели сбрасываете. Вы супер мотиватор. Ребят, я не мотиватор. Я не мотиватор. Я очень крутой наставник, который может привести вас к результату. Вы воспринимаете это как мотивацию, как будто бы вы сидите, смотрите, едите попкорн, которые лопаются у вас во рту, и ни черта не делаете. Я мотиватор для лентяев, а для людей, которые готовы меняться, я наставник. Так вот, не надо меня сейчас использовать как мастурбатор. Давайте займемся нормальным реальным сексом с вашей головой и получим нормальные человеческие оргазмы. Для этого вам необходимо принять решение и начать работать. А вы хотите сейчас, чтобы я была вашим мотиватором, вы помастурбируете, сядете на диванчик и пошли дальше. Давайте уже по-человечески, нормально. Мотивация – это пшик, а я хочу, чтобы у вас не были пшики, я хочу, чтобы у вас были регулярные крутые оргазмы. Кстати, с подводочкой к эфиру, который у нас будет в среду, с моей подругой, с экс-коучем, я думаю, нам будет интересно с вами поговорить, но об этом я сделаю анонсик чуточку позже. Итак, я буду заканчивать этот прекрасный эфир, потому что у меня еще миллион дел. Я вас жду всех на Рерайтере жизни. Ссылка на марафон с описанием того, что там будет, с видео о марафоне и с миллиардом отзывов, есть у меня в профиле. Пожалуйста, заходите, смотрите. И помните о том, что вы можете смотреть миллион эфиров, вы можете собираться, вы можете думать, что еще не время, но рано или поздно вы все равно придете в Рерайтер. Так зачем ждать? Я жду вас 1 апреля. Всем пока. И я вам буду очень благодарна, если вы оставите мне комментарии после этого эфира, как всегда, в комментариях после публикации. Пусть это будет небольшой платой за мое время. Всем хорошего дня.